В рамках нашей партнерской программы вы можете передать нам клиента. Мне очень нравится оперативность обработки заявок. Очку пальца просрочно. Каждого клиента, которого мы направляем, вы сразу даете обратную связь. Наш лид, передаваемый вам, он не затеряется. Только клиент расплотился, свою комиссию, 20% от нашего вознаграждения мы перечисляем партнеру. Как вообще с нами можно заработать? Конкретную цифру назову, получил от Александра Стаса. У нас есть в компании девиз «Честно, значит выгодно». И мы его придерживаемся уже очень-очень много лет. У нас сегодня такой эфир будет. Раз, два, три, поехали. Сегодня у меня в гостях мой партнер Михаил, с которым мы уже знакомы и взаимодействуем не первый день. Мы поговорим о нашей партнерской программе, о том, как можно привлекать клиентов на кредитование. И, соответственно, как можно на этом заработать. Михаил, несколько слов, пожалуйста, о себе расскажи. Чем ты занимаешься? У тебя такие классные красивые виды за окном. Думаю, это тоже очень здорово и приятно. В нашей серости погода у нас серая. У тебя там солнышко и тепло. Это очень круто и здорово. Расскажи, чем ты занимаешься. И потом я тебе позадаю вопросы тоже по нашей партнерской программе. Ты поделишься своими впечатлениями. Тебе слово передаю. Друзья, всем доброго дня. Меня зовут Михаил Голубев. Являюсь руководителем ипотечного центра. Головной офис нашего центра располагается в городе Саратов. Работаем мы, собственно, по всем регионам РФ по помощи в одобрении ипотечных кредитов. И, соответственно, основная специализация у нас именно ипотечное кредитование. А с Александром мы, соответственно, работаем в части партнерской программы по передаче клиентов на кредиты наличными. Соответственно, и был уже не один успешный опыт. Соответственно, два кейса у нас уже именно было непосредственно с командой Александра в нашей партнерской программе. Да, очень здорово. Скажи, пожалуйста, вообще, а как ты узнал о нашей партнерской программе? Из интернета информацию получил, из моих социальных сетей? И чем она тебя зацепила? Почему ты решил именно со мной сотрудничать, а не с другими брокерами, например? Саш, тут, в принципе, все просто. Я за тобой давно следил уже в соцсетях. Мне очень важно именно чистоплотность брокера и методы, соответственно, работы с клиентами. То есть я в курсе, что вы работаете очень чисто, без белыми методами. И мне это очень важно. Это первый момент. А второй момент, мне очень нравится оперативность обработки заявок твоей команды. И каждый раз, когда я направлял тебе клиентов, даже если это был некредитабельный, вы все равно ввели обработку клиента. То есть, грубо говоря, в течение полсуток уже давали знать об этом. Поэтому каждого клиента, которого мы направляем, вы сразу даете обратную связь. Очень быстро. Это тоже очень важно. То есть мы видим, что ни один ваш клиент, он не затеряется. То есть ни один наш лид, передаваемый вам, он не затеряется, а будет обработан. Спасибо большое, Михаил, за столь высокую оценку. Действительно, мы с командой стараемся обрабатывать максимально быстро. Например, мы сейчас в будние дни повысили скорость анализа кредитных отчетов. Поток клиентов, конечно, большой, но мы анализируем отчеты буквально в течение нескольких часов с момента их поступления. Раньше мы это делали до суток. Тоже такое нововведение у нас появилось. Вообще несколько слов о нашей партнерской программе. Мы занимаемся кредитованием как физических лиц, так и бизнеса. Основная наша специализация – это кредиты наличными на физическое лицо, а также кредитование индивидуальных предпринимателей. Это наше прям такое основное. В меньшей степени мы занимаемся ипотечным кредитованием, потому что считаю, что не наше основное направление. Иногда клиенты обращаются, этим мы тоже занимаемся. Но это не наша основная специализация. У нас основная специализация – это именно кредиты наличными, кредиты для индивидуальных предпринимателей. Всего мы знаем шесть видов кредитов, кредитования, то есть шесть видов кредитов наличными. Их для разных клиентов, соответственно, используем. Нашим партнером вообще может стать любой человек с широким кругом общения. То есть это может быть ипотечный брокер, это может быть риэлтор, это может быть юрист, может быть бухгалтер, это может быть бизнес-тренер. Например, абсолютно любой человек, у которого в окружении много людей, и среди этих людей однозначно из ближнего круга найдются те люди, которым нужен кредит, и которые какие-то сложности испытывают с его получением. Вот в этом случае как раз в рамках нашей партнерской программы вы можете передать нам клиента, соответственно. мы его максимально быстро оценим, вынесем свой вердикт, готов, не готов клиент к кредитованию. Если не готов, иногда даем рекомендацию по улучшению кредитной истории, мы делаем портрет клиента лучше в глазах банков, чтобы получить необходимое одобрение. Соответственно, значит, в случае проведения сделки, да, когда сделка прошла, когда с нами клиент рассчитывается в этот же день, вот Миша, ты уже, да, на себе это оценил, мы сразу же рассчитываемся с партнером. Как только клиент расплатился, свою комиссию 20% от нашего вознаграждения мы перечисляем партнеров. Соответственно, для наших агентов мы вообще много чего делаем сейчас, еще дальше углублять, у нас будет углубленное обучение, у нас будет выделен, уже точнее выделен отдельный специалист на поддержку партнеров, есть чат, где мы отвечаем на вопросы партнеров практически в круглосуточном режиме, есть чат-бот в Телеграме, куда можно передать партнеру, клиенту и получать обратную связь, то есть менеджер сделал действие, набрал клиента, звонок совершен, тут же партнеру приходит обратная связь, что совершен звонок клиенту, или то, что до него, например, не дозвонились. Будем еще мы придумывать различные конкурсы для партнеров, да, то есть лучших партнеров выделять, поощрять, обучать дополнительно, в общем, планы очень большие, с этим тоже будем работать. То, что мы работаем быстро, то, что мы платим реально, у нас, кстати, некоторые партнеры, прикинь, до сих пор сомневаются, что мы реально платим деньги. Я почему всех прошу в чат партнеров сразу же оставить отзыв, если можно скриншот чека приложить, что вот деньги действительно заплачены, нам нет никакого смысла обманывать партнеров, потому что это означает срубить на себе тот сук, срубить под собой, точнее, тот сук, на котором мы сидим. Поэтому мы ни разу за всю свою практику ни один раз не задержали, не обманули партнера в размере вознаграждения, потому что у нас есть в компании девиз, честно, значит, выгодно. И мы его придерживаемся уже очень-очень много лет. Скажи, пожалуйста, Миша, вот как ты считаешь, сколько вообще с нами можно заработать? То есть вот ты получал там несколько чеков, один чек прям такой хороший, очень достойный был. Как ты считаешь, может человек у нас 100, 200, 300 тысяч рублей за месяц заработать, если активно прям управлять клиентом? Я уверен в этом, Саша, потому что на практике у нас с тобой получилось данный кейс. Скажу о нем два слова. Клиент из Великого Новгорода, которому мы в свое время помогли с ипотечным кредитом, соответственно, обратился к нам за кредитованием бизнеса. И сразу я его направил в Саше, соответственно, Саша с ним провел работу. И как результат клиент получил одобрение по кредиту на развитие бизнеса. А я, соответственно, конкретную цифру назову, получил от Александра 120 тысяч рублей, соответственно, комиссию в размере 20%. Ну да, эта история реально работает. Спасибо тебе за клиента. Еще раз, да, это я и в онлайн режиме тоже могу сказать. Еще раз поблагодарить. Бесконечная благодарность. Скажи, пожалуйста, вот ты как профессионал, рекомендация для будущих партнеров, каких клиентов точно не стоит направлять? Потому что, к сожалению, некоторые наши партнеры думают, что мы можем одобрить там клиентов черных, с убитейшей кредитной историей судимых и так далее. Вот ты профессионал в сфере кредитного консалтинга. То есть ты умеешь читать кредитную историю, ты умеешь анализировать, проверять клиента. Вот кого точно как ты считаешь не стоит направлять, это такое напутствие для будущих партнеров, чтобы не делать пустую работу и не испытывать ложных надежд, что этот черный клиент будет одобрен, и за него будет заплачено вознаграждение. Однозначно клиенты с текущими просрочками, которые считают, наверное, что это в порядке вещей, это большое заблуждение, потому что банк также оценивает портрет клиента, и для банка это очень высокий риск кредитовать людей, кто уже, так скажем, свою кредитную историю подмочил рядом просрочек, тем более если эти просрочки длительные и по состоянию на сегодняшний день так и не оплачены. Таких клиентов, разумеется, управлять не стоит, просто потому что это будет, в принципе, зря потраченное время, и клиентам можно сразу дать рекомендации, чтобы изначально они дисциплинированно подходили к обслуживанию своих кредитов, наверное. Уже в будущем, возможно, и они выйдут в успех в получении кредита, но нужно будет проделать определенный ряд действий, чтобы изначально эту кредитную историю улучшить. Но замечу, что улучшение у нас будет именно пошаговое, а не так, как многие клиенты думают, что кредитную историю можно улучшить. Ну да, там по щелчку пальца просрочку погасили, и все, можно снова идти кредитоваться. Так и думают большинство клиентов, на самом деле, да, именно так. Этот список я хотел бы еще дополнить, кого точно не стоит направлять, потому что вероятность одобрения там на уровне статистической погрешности. Это клиент с пачкой микрозаймов, непогашенных до зарплаты. Это клиенты с Северного Кавказа, с пропиской Северный Кавказ, с пропиской Крым и с пропиской Новой Регионы, без хотя бы минимальных отчислений, без официальной заработной платы, либо клиенты, у которых, значит, по этим регионам альтернатива, это предоставление ликвидного залога. То есть по Крыму, по Кавказу ликвидным залогом может быть недвижимость, либо автомобиль. То есть если у клиента нет ни доходов, ни залога, то такого клиента тоже никто не одобрит. Крым, Кавказ, новые регионы. Вот это тоже очень важный момент. И клиенты с открытыми долгами у судебных приставов. Там вероятность одобрения, конечно, есть, если это не кредитные долги, но она минимальная. То есть если у клиента есть долг по приставам, агент это выяснил, уточнил, то такого клиента тоже направлять нам не нужно. Потому что, как правило, в большинстве случаев просто пустая работа будет. И тут, наверное, совместное наше с тобой будет слово. Хотелось бы сказать, да, вот ты кредитный брокер, да, ипотечный брокер, я, соответственно, кредитный, да, брокер. Хотелось бы, наверное, развеять мнение агентов, клиентов, потому что я часто очень с этим сталкиваюсь. Все думают, что кредитный или ипотечный брокер это только тот человек, который работает со всем черными клиентами. Типа помогает там убрать просрочки из кредитной истории, там справки нарисовать или еще какой-то, да, другими там неправомерными действиями занимается. Так вот, я скажу свое мнение и попрошу тебя сказать свое. У нас сейчас достаточно хороших клиентов без всякой вот этой чернухи, без открытых просрочек, без всего. Есть клиенты с хорошими оборотами по бизнесу, есть клиенты даже с хорошей кредитной историей. Они тоже к нам приходят, потому что они, например, хотят получить предложение по кредитованию, процент, да, проще говоря, ниже, чем по рынку, выгоднее, чем по рынку в среднем. И приходят клиенты с какими-то незначительными проблемами, такими как отсутствие официального трудоустройства, там, кредитная нагрузка, когда человек много кредитов имеет, но платит вовремя. Вот индивидуальные предприниматели без оборотов по расчетным счетам, вот как раз как у тебя и, да, кейс по клиенту был. И кредитный брокер работает с нормальными, адекватными, более-менее проходными клиентами. Тут, конечно, нас могут немножко закидать тапками и сказать, зачем нужен брокер? Клиент же может и сам в банк пойти. Пожалуйста, мы никого не заставляем приходить к нам на услуги. Но даже клиенты с хорошей кредитной нагрузкой, с хорошей кредитной историей могут сейчас, и количество отказов по кредитам наличными, оно еще вырастет, они будут получать отказы. И у них есть вариант. Либо отложить вопрос кредитования, да, там, до лучших времен, ну, неизвестно, когда они наступят, либо прийти и получить свой кредит сейчас с помощью кредитного брокера. Вот что ты думаешь по этому поводу? Как ты относишься к тому, когда там агент говорит, а зачем вы вообще нужны? Ну, или клиент, у меня периодически в соцсетях мне такое пишут, зачем вы вообще мне нужны, если бы у меня было все хорошо, и бы без вас одобрился. На самом деле, это мнение, оно есть. Многие, да, так и думают, что если у клиента кредитная история, будем так говорить, отличная, то он и сможет одобрить. Но тут вопрос сразу возникает, насколько он именно сможет все-таки финально свои цели достигнуть, дело себе одобрить беспроблемно, вот если именно кредитный толстик-консалтинг рассматривать, одно дело себе беспроблемно одобрить 500 тысяч рублей, а другое дело, когда уже идет сумма от полутора миллионов рублей, то есть это как пример. Клиент может даже с отличной кредитной историей не выйти на тот финальный результат, который ему нужен, а вот здесь как раз и в силу вступает в действие профессионал-брокер, который именно клиенту сделает тот результат, ту задачу, которую клиент изначально перед брокером ставит. И второй момент, конечно, Саша, соглашусь, вот особенно много клиентов приходит абсолютно белых с официальным доходом, в своем случае с первоначальным взносом, с отличной историей, и обращаются к нашей помощи, к помощи брокеров, потому что им нужен сервис, им нужно, соответственно, то есть в определенной банке получить одобрение по определенным программам, и, соответственно, речь идет о кредитном консалтинге, например, то есть это отказаться от навязываемых услуг, в этом нужна помощь. Экономия, она измеряется сотнями тысяч рублей на самом деле, поэтому здесь помощь брокера – это сервис, да, это не то, что работа с какими-то вот прям клиентами, у которых все в кредитной истории, красным цветофором. Да, но еще и проблема, я скажу, что в кредитной грамотности клиентов, вот сейчас у нас есть интересный очень кейс в работе, значит, клиентка, у нее не самая, конечно, хорошая кредитная история, но у нее есть залог, хорошая квартира, которая там десятки миллионов рублей стоит. Клиентка решила пойти по самому простому пути, она получила кредит у частных, займ под залог недвижимости, у частных инвесторов под ставку 42% годовых, хотя у нее были варианты, скажем так, сделать ставку в районе 20 годовых, ну, то есть мы бы ей сделали даже сейчас дешевле, но клиентка посчитала, что зачем ей кредитный брокер, и в итоге у нее займ 10 миллионов рублей сроком на год, и она только одних процентов платит 350 тысяч рублей в месяц. А если бы она пошла работать с брокером, да, она заплатила бы там пусть там 500-700 тысяч рублей и комиссию за эту сделку, но у нее общая переплата по кредиту была бы в разы просто меньше, за счет этого она окупила бы стоимость наших услуг. Зачем нужен брокер? Вот тут ответ очевидный. И также по ипотеке. Клиент может выбрать ведь неправильный банк, выбрать неправильную программу, значит, неправильные условия, да, для себя принять, и переплатить там за срок действия ипотечного кредита там пару-тройку миллионов рублей. И при этом комиссия ипотечного брокера составит 100-300 тысяч рублей, где экономия налицо. Но те люди, которые умеют считать свои деньги, те люди, которые не хотят получать отказы, они приходят к нам как агенты, да, приводят клиента, приходят как клиенты, соответствующие, и, соответственно, как бы экономят сотни тысяч рублей, получают решения по кредитам, реализуют свои цели. Кроме того, у нас еще есть прекрасная возможность для наших агентов, и Михаил тоже уже ей воспользовался. Я занимаюсь еще обучением, у меня есть свой курс «Не ипотечный брокер. Путь с нуля». То есть, если вы хотите стать экспертами в области кредитования, мой курс можно получить совершенно бесплатно. Привели клиентов, заработали агентское вознаграждение, этими деньгами оплатили мой курс. То есть, любой человек может стать экспертом, даже если он не работал в сфере кредитного консалтинга. Вот Миша сейчас идет тоже, Михаил по этому пути у нас идет. Обучение, соответственно, прошел. Сейчас выстраивает команду и займется уже в ближайшее время. Я надеюсь, да, все получится. Я уверен, что все получится. Кредитованием наличными. Ну, а наше сообщество и непосредственно я буду Михаилу в полной мере помогать. Ну и последний вопрос, Миша, скажи, пожалуйста, какое бы ты напутствие дал начинающим партнерам, которые только-только вот пришли, начали направлять клиентов, чтобы вот не совершать ошибок, как считаешь, с чего начать? Здесь я даст сразу практический совет. Во-первых, конечно, совет номер один – действовать, не стесняться направлять. Даже если вы думаете, что клиент там, возможно, главы кредитной истории или по работе, низкий доход, не стесняйтесь, профессионалы в любом случае заявку обработают, команда Александровна, и, соответственно, свое как бы резюме по клиенту сделает. И, возможно, то, что вы думаете о клиенте, что он непроходной, а, возможно, он очень даже и кажется, если клиент непроходной, а на самом деле клиент именно результата достиг получения кредита. Второй момент. Если у вас, так скажем, вы не кредитный, не ипотечный брокер и сложности с чтением кредитной истории, то можно просто с клиентом изначально проводить такой устный мини-опрос, то есть там буквально один-два вопроса. Текущие просрочки или есть или нет пачки микрозаймов. То есть, и вы уже сразу поймете... И долбил судебных приставов еще, да, третий вопрос. Достаточно задать три вопроса. Если на все эти три вопроса ответ нет, клиента можно направлять и будем искать для него решение. Это все правильно, так оно и есть. Михаил, большое тебе спасибо за уделенное время. Спасибо, что ты откровенно рассказал о нашем сотрудничестве, о нашем взаимодействии. Это очень ценно. Приглашаю новых партнеров в сотрудничество. Если есть вопросы, также всегда открыт для всех. Спасибо большое, что пригласил на данную видео встречу. Субтитры создавал DimaTorzok